всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и в сегодняшнем видео я бы хотела вам показать свою посылку с сайта iHerb у меня здесь достаточно много но практически все средства это средства по уходу за кожей и одно по уходу за волосами так что кому интересно продолжайте смотреть ну и первое я все-таки начну с еды я бросила в корзину но честно просто бросила так сказать до кучи до заказа вот такие чипсы которые я видела достаточно хорошие отзывы на iHerb это картофельные чипсы одни с медом а вторые у меня со сметаной насколько я понимаю или с луком в общем какие такие вот эти кстати вкусные такой необычный вкус сладковато соленоватый ну так вот попробовать было интересно но я не скажу что они какие-то супер да у них хороший состав да они там органические все дела но как бы да такое баловство на самом деле но мы съели с удовольствием и не более того ну давайте перейдем скупой дом первое что хочу показать это блистекс я заказала вот такой здесь было три бальзам чека мне девочки сказали что они продаются на iHerb я до этого покупала в ленте или заказывала где-то в интернет-магазинах в общем да они есть на iHerb кстати все ссылки на все товары которые я сегодня показываю я вам оставлю внизу в инфобоксе цены я не называю потому что я не помню их и даже не хочу запоминать оплачиваю я онлайн по моему по-другому и нельзя на iHerb заказать но в общем не в общем переходите смотрите там же увидите цены значит блистекс классные сладковатые фруктовые у меня с дынькой клубничка тут какими-то ягодками еще какой-то был один из них я отдала маме один у нас про запас и одним пользуюсь я вкусненькие классные я не скажу что они лучше чем кармекс по мне так действует также но не знаю не стоит подешевле и принципе приятненькие классные бальгалочки да ну и конечно же как я могла не заказать мои уже любимейшие маски это от марки андалол наверное так правильно называется вот так вот они вот так называется марка я повторила вот эту ягодную масочку которая мне очень сильно нравится я вам ее всем рекомендую я не за вообще эти маски все классные они все классно работают все что заявлено все выполняют и это супер стоит они где-то 700 чем-то рублей вот это ягодная маска боже как она вкусно пахнет ее реально хочется съесть какими-то ягодками она такая желеобразная то есть это моя уже вторая баночка получается что делает эта маска она как пробуждает кожу на ее не знаю как приводит в тонус вот не за вы не выспались допустим нанесли с утра эту маску и все вы как будто бы спали всю ночь и вообще всегда спите всю ночь и у вас нет никаких проблем с кожей очень классно она такая тонизирующая не знаю даже слегка подтягивает что ли кожу очень классная супер мне кажется она подойдет для любого типа кожи ну да я не прям очень сильно рекомендую вообще все маски которые вот от этой марки они мне все понравились я пробовала три вот это вот у меня оранжевая уже заканчивается и я буду заказывать снова это с тыквой это с предыдущего моего заказа это вообще фотошопит лицо вот просто я не знаю делает кожу просто какую-то какой-то потрясающее осветляет ее и я не знаю не стягивает ну просто просто классная и новенькую маску которую я заказала в этом заказе это маска с розовой водой я так понимаю да эта маска увлажняющая она идет уже такая как кремовая но она не впитывается в куб точнее она как бы подсыхает на коже то есть с ней невозможно лечь спать ее обязательно нужно смывать пахнет она реально лепестками роз я бы сказала такого шиповника именно вот лепестками очень приятный аромат и вот эта маска она на мой взгляд подойдет уже именно для девушек сухой кожи то есть жирный и комбинированный возможно в тот момент когда вам это необходимо увлажнить так как у меня кожа сухая блестит она у меня потому что я использую кучу всяких кремов и тому подобное и кстати к вечеру этот блеск у меня проходит на лице так что да это ненадолго вот она классно увлажняет и успокаивает кожу вот ее я и подобные маски я очень люблю использовать после каком-нибудь скрабирование или такой прям хорошей очистки кожи когда необходимо увлажнить и успокоить или например после глиняных масок это прям будет бомба не знаю после нее мне кажется даже с моей сухой кожи можно не наносить вообще никакой крем потому что она классно увлажняет и успокаивает кожу то есть если вот это дает такое сияние тонус я не знаю такую подтяжку то это просто увлажнение но хорошее увлажнение и то есть убирается вот краснота которая у меня обычно вот здесь вот есть просто супер буду повторять хочу еще там куча масок от эти марки заказать это просто не знаю я всем рекомендую эти маски они действительно очень-очень классные и также от этой марки я заказала на пробу вот такой тоник с витамином c мне одна девушка кстати писала что она пользовалась именно уходом от этой марки то не классный вот прям вообще классный он кстати пахнет таким апельсином знаете цедра апельсинчика такой слегка горьковатый мне очень понравился этот тоник у него хороший распылитель то есть я им пользуюсь уже но наверное недели две но я комбинирую я не пользуюсь одним и тем же тоником почему-то и он имеет такое эти прям даже наверно не видно на камеру да прямо такое мелкое мелкое распыление очень приятно пахнет неплохо тонизирует то есть как тоник как даже вот я вам носила там вечером просто распыляла на косметику очень хорошо увлажняет кожу но действительно придает такое легкое сияние кожи вообще-то витамин c он ну нет такого что вы прям будете пользоваться витамином c ну средствами с витамином c и прям сразу видите какой-то вау-эффект на коже он такой более накопительные как мне кажется но тоник мне понравился я даже наверное присмотрюсь еще к уходу от этой марки потому что но прям супер класс также я заказала на пробу вот такой тоник это розовая водичка с глицерином я знаю есть противники глицерина говорят о том что если его нанести на кожу если вокруг станет сухой воздух то глицерин будет вытягивать влагу из вашей кожи я не знаю насколько это правда я наношу вон я вам показывала я покупала в риф гоши такой гель от макс клиник вам так правильно фирма называется с розой и вот под тот гель и наносить вот этот тоник с розовой водой вообще ну просто классно для меня это тоник тоже иногда наносила вот видите какое распыление суждено вообще пахнет розы лепестками роз пахнет примерно так же как вот эта маска понравился я не заметила что кожа становится более сухой наоборот по мне так есть увлажнение вообще аромат розы я люблю розы я люблю во всем в косметике когда есть аромат розы в парфюмерии поэтому для меня такая водичка вот как ну как вот просто водичка я бы так сказала я не завод больше наверное его использую под тот гель и также использую как вот в течение дня если необходимо если я чувствую что необходимо слегка увлажнить лицо то я наношу вот этот тоник просто разбрызгиваю прямо на косметику ничего не течет класс мне понравилось то есть я ничего плохого вообще не сказать не могу про этот тоник следующие два средства уже от другой марки это марка нитроджина наслышанная об этой марке у нас россии продается только средства для ног рук и бальзамы для губ по крайней мере больше я ничего не видела я очень наслышана была про тональные основы вот этой марки но сейчас мне тональники не нужны поэтому я не заказала но решила познакомиться с умывалочками для начала скажем так и вот эту умывалку я заказала маме я вам ссылку на нее тоже оставлю внизу точнее отдала маме да вот это я оставила себе маме понравилось кожу не стягивает хорошо очищает не до скрипа конечно но хорошо очищает кожа не сухая то есть но хорошая умывалка хорошо пенится здесь тоже самое которое я пользуюсь единственное что ни та ни другая косметику не смывает точнее смывает но со второго раза то есть два раза нужно умыться для того чтобы смыть косметику но я вначале снимаю косметику потом умываюсь тоже хорошо пенится мне кажется с любыми щеточками с любыми какими-то спонжиками и так далее будет вообще классно и ну тоже мне понравилось да то есть ничего плохого сказать не могу тем более цена не сильно высоко на них ну и последний продукт который я хочу вам показать это вот такая маска которая тоже там достаточно популярный товар а вот от этой марки эта маска у меня для волос с кокосом выглядит она вот так вот как кремушек пахнет она не искала бы что кокосовое а и так с какао и занятия извиняюсь не из космос какого до пахнет ну так не низко что какао но приятно пахнет что могу сказать ну вот как бы вот эта маска как бы вот нет ни то что нет слегка напитывает волосы слегка увлажняет если у вас пористые волосы если у вас убитые волосы то эта маска вам не поможет на мой взгляд нам больше подойдет для натуральных волос для дополнительного ухода для дополнительного питания увлажнения волос вот для таких целей да она подойдет для моих сухих пористых поврежденных волос нет она но слегка придает им блеск слегка их питает слегка их увлажняет не более того мама то же самое не оценила скал как бы волосы до мягенькие ну как бы как бы на этом все много слова как бы но про эту маску вот так вот я могу сказать конечно я им пользовалась где-то примерно раза три и мама один раз использовала но ну то есть прям диких восторгов нет но вполне возможно что я ее повторю потому что я маски делаю при каждом мытье но практически при каждом мытье волос и мне не всегда необходимо какая-то прям такая жесткая маска которая сильно напитает сильно увлажнит иногда просто для дополнительного ухода почему бы нет но каких-то особо надежд возлагать на эту маску не стоит если вы хотите именно да вот здесь вот видите написано с органовым маслом и кератином но как бы как то нет вот что она что-то волшебное делает я не скажу что волосы какие-то рассыпчатые или какие-то приглаженные мои волосы а так и остаются пушистыми как они были до поэтому нет не могу порекомендовать я могу вам только порекомендовать вот эти маски они классные просто девочки вот честно от всей души прямо единственное что здесь 50 миллиграмм баночки на самом деле очень маленький я наношу кисточкой тонким слоем эти масочки и буду делать заказ сейчас снова и я еще раз хочу сказать спасибо той девушке которая мне эти маски порекомендовала потому что я прям в диком восторге вот буду буду снова делать заказ и обязательно закажу еще там есть какая-то голубенькая маска и повторю обязательно вот эту вот маску с тыквой я наверное херп теперь буду заказывать только ради этих масок потому что они действительно работают они действительно очень классные и меня также спрашивали хочу ответить на этот вопрос насколько часто я делаю маски для лица то есть для волос практически каждое мытье но у меня волосы пористые они по всей длине у меня сухие я мол волосы раза в два дня просто наверное даже больше не потому что они пачкаются у корнея для того чтобы лишний раз увлажнительно питать именно длину маски для лица я могу делать каждый день или через день вот наверное не реже ну я могу сказать точно не реже четырех раз в неделю и кто-то считает что не стоит так издеваться над кожей не знаю мне нравится но я не то чтобы одну маску делаю постоянно да то есть я допустим сегодня вот эту сделала маску завтра вот эту сделала маску послезавтра вот эту сделала маску после послезавтра какую-то другую я еще пользуюсь тканевыми масками я даже ну еще смотрю по состоянию своей кожи и иногда бывает такое что я могу в день сделать две маски допустим одно с утра и одно вечером или вечером сделать начале какую жесткую очищающую маску и и смыть и сделать еще увлажняющую маску так я делаю только потому что моя кожа сухая но она также как и любая другая кожа нуждается в очищении поэтому да вот так что вот такой вот у меня был заказ принципе я всеми продуктами довольно ну вот кроме вот этой маски он такая вот ну на мой взгляд спорный спорный вариант не забывайте что в инфобоксе я оставил вам все ссылки на все товары также промо код на скидку на сайте айхер на сегодня буду с вами прощаться я надеюсь вам понравилось такое видео оно было полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальчики вверх мне это очень приятно всех люблю целую и до новых встреч